Зал был полон курсанта, преподавателей, множества гостей, среди которых известные артисты. Праздник начался с выступлений исполнителей, которые заставили вспомнить немного забытые, но когда-то популярные песни. Дружным хором зал подпевал Андрею Державину «Брат, ты мне или не брат», а после «Тёмная ночь». Последняя знакома каждому, и слушая её, ощущаешь не только то время, о котором она написана, но и нечто иное – единение душ и сердец потомков тех, кто мог стать её героями. «Брат, ты мне или не брат» Такая эмоциональная артподготовка предшествовала викторине, темой которой стала «Военная история России». Четыре эпохи войны – это 1917 года, Афганистан, Чечня. Сотрудники полиции и Росгвардии, которые обучаются здесь, они должны знать свою историю, но не только они. Я думаю, каждый гражданин Российской Федерации должен знать историю своего отечества. Ребята очень постарались, чтобы в коротком приветствии раскрыть тему, которая им досталась. Команда первого курса «Шурави» в небольшой сценке показала эпизод из военной жизни русских солдат, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. «Шурави» – так местные жители называли советских бойцов. Сколько их, 20-летних мальчишек, вернулось тогда домой в цинковых гробах. Команда второго курса офицеры России представила военных времён гражданской войны. Перед нами проплывают красноармейцы в Будёноках, тачанки с пулемётами, юные неуловимые мстители и их старшие наставники в Кожанках. Героизм, стойкость, подвиги. Героизм, стойкость, подвиги. В любое время, в любую эпоху эти три слова описывают верность русских солдат своей родине. Команда третьего курса, третья рота, в нескольких эпизодах своей инсценировки попыталась выразить непобедимый дух советских солдат, защищавших страну от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Одним из важных этапов викторины стал конкурс «Знай своё Отечество». Каждой команде было задано по 20 вопросов. Временной интервал предлагаемых заданий – от ледового побоища до наших дней. Каким документом была ликвидирована помещить вся собственность? Готовы? Готовы. Помещить свою собственность была ликвидирована декретом о земле. Зрительский интерес вызвали танцевальные и песенные конкурсы. На несколько минут зал замер, когда команда «Шурави» исполняла песню «Пароль Афган». Ребят своих мы вспомним и вспомним наши горы, А после нашей песни негромко пропоём. Мне не представилась такая возможность где-то воевать, ну пока, по крайней мере. Но мы попытались передать всем то, что испытывали воевавшие там люди. Песенный конкурс был особенно эмоционален. Члены жюри, среди которых были совершенно разные люди, также по-разному оценивали выступления ребят. Есть какие-то недочёты, но общий уровень очень радует. Но для меня уже как-то вот пока по двум конкурсам антитеррор для меня вот самый пока. Викторина показала не только хорошее знание истории слушателями Центра, но и стала настоящим праздником в преддверии 23 февраля, к которому каждый из сидящих в этом зале имеет непосредственное отношение. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.